Приветствую вас, я увидел, что вы написали дополнение, даже несколько дополнений, ну у вас тут дополнение получается одно, и дополнение получается второе, где вы просто написали еще какой-то текст. Давайте пройдемся по дополнению, и после я вам проанализировал то, что вы, во-первых, написали в дополнении, я вам после дам еще несколько рекомендаций, которые мне показались целесообразными, исходя из того, как вы ставите свой вопрос. Итак, вы пишите мужу, рассказать не вариант, а если рассказать, то вариант лжи, так как еще при замужестве, значит, несколько лет его мучил, что я не девочка, ему попалась, досталась. И сейчас, во время нашего разговора, когда он понял, что я допускаю мысли, что в период разрыва у него кто-то был, он был в шоке, у него такая мысль недопустима. Ну, во-первых, нужно понимать, что если ваш муж несколько лет мучился тем, что вы не девочка, то это проблема целиком и полностью вашего мужа. То есть это его неуверенность в себе, его комплексы, его негативные установки, его страхи, опять же, и так далее. И если он для себя считает недопустимой мыслью о том, что у него во время разрыва кто-то может быть, то это совершенно не значит, что у вас должно быть то же самое. Кроме того, что значит во время разрыва у него не мог быть кто-то? Вы только вдумайтесь в эту фразу, то есть вы развелись со своим мужем, и что он с вами развелся, и теперь после того, как развелся, будет ждать вечно вас? То есть он что, по-вашему, серьезно полагает, что вот вы прямо обязательно к нему вернетесь, а если нет? А если вы к нему не вернетесь? Ведь он же не может знать наверняка вернетесь вы к нему или нет. И в тот момент, когда вы, собственно говоря, уходили от него, вы же не обещали ему, что вернетесь вот спустя какое-то время? Думаю, что нет. И потому отсюда вот этот момент не очень понятен. То есть если у вашего мужа вот такая реакция на вас и на то, что у него может кто-то быть, и у вас кто-то может быть, она несколько странная. Я уже сказал, что если он не допускает мысли, если он не может там с кем-то встречаться, это не значит, что вы так же не можете делать это во-первых. И во-вторых, как у вас вообще происходил разрыв, тогда если вы с ним развелись, и он, по идее, никак не мог ожидать того, что вы к нему вернетесь. То есть как в таком случае человек планировал строить свою жизнь? Вот это вот не очень понятно. И нужно понимать, что вам ни в коем случае нельзя ориентироваться на взгляд и на точку зрения вашего мужа. Если он считает, что у вас, например, у вас и у него не может никого быть в период развода, то вы можете считать совершенно по-другому, и это ваше, безусловно, вправо. Дальше, значит, опять же, понимаете, если для него что-то недопустимо, то это не значит и для вас. Это так же недопустимо. И если он готов работать с психологом, как вы там ниже написали, то работа с психологом подразумевает, в частности, и работа со своими страхами. То есть вашему мужу нужно будет в обязательном порядке разобраться с тем, что его гложет, с тем, что его беспокоит, с тем, что доставляет его вот так мыслить, таким образом, что не является правильным в данном случае. Это нужно понимать. Значит, дальше, вы пишите, что решили для себя, что это будет ваш крест. Почему вы это решили? Почему вы решили, что это будет ваш крест? Ведь вы, в принципе, совершенно естественно себя видите. То есть естественно, что у вас возникли какие-то проблемы с мужем. Естественно, что у вас возникла какая-то неудовлетворенность. Естественно, что вы обратили внимание на другого мужчину. Это нормально, если у вас есть проблемы. И почему вы решили, что это будет ваш крест, если муж сам, как я уже говорил в своем предыдущем ответе, ли все ответственно за то, что между вами произошло, мне непонятно. То есть откуда такая жертвенность? Откуда вот такое стремление, да, жертвовать в собой? Оно, это стремление, вам ничего хорошего не даст. Кроме того, если вы занимаете базу своей жертвы, то, например, для чего вы это делаете и хотите ли вы избавиться от этой позиции? То есть нравится ли вам эта позиция? Если нет, то вам нужно из нее выходить и только обретая контроль над своей жизнью. Это то, что вам нужно делать и местно редко говорить о жертве. Дальше. Значит, элементарно пишите вы из опыта знакомых. Если такая правда всегда всплывает при каждой ссоре, и человек не в силах это забыть. Вот здесь вот не очень понятно. Понимаете, вы боитесь того же, что определенная правда будет всплывать при ссоре. Хорошо. Во-первых, нельзя опираться на опыт знакомых. Если вы, условно говоря, обратились к нам на ресурс, это означает, что опыт ваших знакомых, ваших близких, вашего окружения вас не устраивает. Если вы обратились к нам на ресурс, значит, вам недостаточно опыта, который есть у ваших знакомых, а значит, вам нужен другой опыт. И, соответственно, то, что вы говорите элементарно из опыта ваших знакомых, это неправильно. Нам, если у знакомых у них своя жизнь, у вас своя жизнь, это нужно очень четко понимать. И опираться на опыт других людей не стоит. Далее. Почему, правда, всплывает приказная ссорь? С чем это связано? Связано это с тем, что люди недостаточно проговорили свою проблему. Ну вот, недостаточно они ее обсудили, недостаточно они ее как-то пережили. И отсюда, как следствие, возникают какие-то эмоции, которые и вырываются при ссоре. Если вы с мужем будете разговаривать, это я пока лишь просто в теории говорю. Если вы с мужем будете разговаривать, если вы с мужем будете обсуждать то, что вас волнует, обсуждать то, что с вами произошло, обсуждать то, почему вы это сделали, что вам двигало и так далее. Если вы будете с вашим мужем это делать, то ситуация будет гораздо лучше. Если вы будете обсуждать это, то не будет у вас вот этих моментов, которые можно наблюдать в ссорах. Потому что разговор и переживание того, что беспокоится, помогают людям однозначно прийти к какому-то решению. Если вы грамотно подойдете, а также с помощью психолога к тому, что между вами произошло и почему между вами это произошло, то вот этого в ссорах всплывать не будет. Мне непонятно, почему вы ориентируетесь на опыт знакомых, когда этот опыт знакомых вам явно не помогает. Вы говорите о том, что вы ориентируетесь на него, не на то, что вам говорят, например, эксперты. Да, вы можете не сглашаться с каким-то одним экспертом, но когда вам достаточно много человек говорят о том, что нужно сказать правду, значит, это, наверное, что это значит. Вот. Дальше, значит, вы пишите, бывший муж тоже хочет опять быть вместе. Готов работать с семейным психологом. Просит уже сейчас, чтобы мы переехали назад. Но я пока не мероплюсь, так как страх перед любовником и страх, что проблемы с мужем никуда не ушли. Во-первых, страх, что проблемы с мужем никуда не ушли, и купируется тем, что вы будете работать с психологом. И психолог, если вы действительно будете работать с ним, поможет вам сделать так, чтобы проблемы, которые у вас были с мужем, не стали помехой в вашей жизни. То есть, ненужно бояться, что проблемы с мужем никуда не ушли. Кстати говоря, здесь вот не очень понятно то, собственно, как вы прореагировали на мое предыдущее сообщение, на мою предыдущую запись. В ней я говорил о том, что заставило вас уйти от мужа, какие у вас были проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Но это вы проигнорировали, ну, так и, по крайней мере, мне ничего. Вы не ответили на эту тему. А жаль, потому что это очень важный момент. Значит, проблемы, конечно, никуда не ушли. И это совершенно однозначно. Проблемы у вас, они как были, они как, в принципе, и есть. То есть, для того, чтобы проблемы ушли, необходима работа. И эта работа, она довольно серьезная. Так что, не нужно бояться того, что проблемы ушли. Здесь тоже не очень понятен смысл того, что вы пишете. Понимаете, вы говорите, муж готов работать с семейным психологом. Но я боюсь, что проблемы с мужем никуда не ушли. Но вы же понимаете, наверное, что если бы проблемы с мужем ушли, то не нужен был бы семейный психолог. И вот как это противоречие вы для себя разрешаете? Почему вы боитесь того, о чем, по сути дела, свидетельствует намерение вашего мужа, неясно? И вот это вам нужно прояснить. То есть, как вы в себе уживаете, как вы в себе совмещаете эти два противоречия. Естественно, что проблемы между вами и вашим бывшим мужем есть. Но они решаемы, если вы захотите работать с психологом. Их можно решить. Так что этого бояться не нужно. То, что он осознал, что есть проблемы, это уже хорошо. Значит, их будет меньше, как минимум. Это то, что вам нужно понимать. Далее. Дальше. Мы закончили рассмотрение вашего дополнения. Я вам хочу добавить кое-что. Во-первых, страх. Мне непонятно, смотрели ли вы, слушали ли вы мой предыдущий адрес. В нем я давал вам определенные упражнения, которые помогут вам с этим страхом бороться. Если вы слышали, если вы уловили мысль относительно этого, то непонятно, почему у вас до сих пор страх перед любовницей. То есть, эти упражнения вкупе с теми рекомендациями, которые я вам отдал, в принципе, вполне могут вам помочь перестать бояться панического любовника и начать что-то делать конкретно. То есть, хорошо, вы не хотите рассказывать муж. Интересно, что вы вновь это повторили в своем дополнении, когда я вам в своем ответе вроде бы дал довольно подробную инструкцию, как вам нужно действовать. Если вы не хотите рассказывать своему мужу правду, это ваше право, не говорите ему на самом деле. И если вы считаете так, то хорошо. Да, вам нужно действовать таким образом, каким я описал вам в своем предыдущем ответе. То есть, для нас это единственный вариант. То есть, вариант, в котором вы либо, значит, отстраняетесь от любовника полностью, я поможет просто говорить, что вам действительно нужно помыть одной, чтобы любовник успокоился, чтобы любовник понял, что вы не смутите, что вы где-то еще. Чтобы он за время того, пока вы не вместе, начал идти дальше, и для него вот этот момент, момент созначимости его, доказательство, созначимость его компромата потерял свое значение. И тогда он либо просто бесстанет этим заниматься, просто бесстанет на вас обращать внимание и все, либо сам скажет вам, что вы можете делать все, что хотите, и мы уже все равно. Вот. То есть, момент бесстакой. Либо момент сблизиться с любовником для того, чтобы получить доступ к доказательству. Опять же, на это требуется время, на это требуются усилия, и мужу вашему нужно сказать о том, что вы пока не готовы ищи на сближение с ним. Вы готовы поработать с психологом? Начните работать, хотя бы на нашем ресурсе. У нас есть хорошие семейные психологи. Вот. Выберите любого и работайте с тем, кто вам понравится. Вот. Скажите, что вы хотите посмотреть, как муж будет прорабатывать свои проблемы. Скажите, что вы будете работать с психологом. И будете как бы заново выстраивать отношения. То есть, ни о каком переезде обратно речи не идет. Вы хотите как бы заново начать с чистого листа. И вот эта позиция позволит вам получить время для того, чтобы решить вопрос с любовником. Как? Либо вы все-таки сближаете с ним и уничтожаете доказательства. Либо вы пребываете в одиночестве, доказывая любовнику, что ни он вам не нужен, ни муж вам не нужен. Если вы просто хотите быть одна. Либо вы решаете выйти из позиции шерфы. Работаете со своими страхами. Работаете со своей неуверенности в себе. И, собственно говоря, берете свою жизнь под вашу контроль. И спрашиваете себя. Вот если вы хотите быть с мужем, чего вы для мужа хотите? Какой жизни вы хотите для мужа? Хотите ли вы, чтобы он узнал о том, что вы, например, изменили ему, да? Или изменяли, или были с кем-то не от вас? А риск этот будет всегда. Всегда. Даже если любовник уничтожит все доказательства, все равно он может просто встретиться с вашим мужем или как-то пересечить с ним и сказать ему о том, что он был сладен. Любовник был сладен. И ваш муж, даже не получит доказательства, уже будет сомневаться в том, что вы ему не изменяли. Потому что его мучило несколько лет, что вы не девочка. Значит, человек к себе не уверен. И эта неуверенность подогреет любовник. И это будет очень плохо, то, что произойдет. Поэтому я рекомендую вам вот этот момент очень хорошо рассмотреть. В одиночерстве с психологом, неважно. Рассмотрите его. Рассмотрите его. И если вы расскажете ему эту правду, это, во-первых, должно быть ваше решение, не наше. То есть, если вы рассказываете, то вы делаете это, потому что вы хотите. Вы рассказываете, потому что вы хотите это сделать для мужа, потому что вы считаете, что он этого заслуживает. И если вы рассказываете, то рассказывайте все как есть Если нет, это ваше право Тогда действуйте вот с такой позиции Тогда действуйте вот с такой стороны Далее Позиция жертв Позиция жертвы у вас в некоторых странах У меня такое ощущение, что вы не хотите из этой позиции жертвы выходить То есть вы пишете наполнение Но вы как бы не ответили, например, на мои вопросы И не ответили вы на вопросы других экспертов Вы пишете о том, что у вас есть страх Что вам страшно, что вы не хотите рассказывать мужу И так далее И все У вас нет настроя на то, чтобы делать что-то У вас нет настроя на то, чтобы выходить из этого положения И это самое скверное Понимаете, в вашей ситуации нужно брать контроль в свои руки И действовать Решите для себя, чего вы хотите Как вы хотите, что вам ближе И действуйте Если вы решили, можно и говорить Тогда необходимо себя максимально обезопасить Плюс работать со страхом Через те упражнения, о которых я говорил Через снижение значения вашего мужа Ведь вы почему-то боитесь, что он узнает Но видите как Вы боитесь, что он узнает Но при этом вы не боитесь с ним разводиться Тоже несколько странный момент Как вы это подразделяете для себя Как вы разграничиваете подобное для себя Тоже очень интересно С этим также нужно работать Это также нужно рассматривать Разбираться, анализировать Понимаете Страх мешает вам И если вы не хотите от него избавляться одним магом То есть если вы это скажете мужу То любовник моментально колецанет вас Сантажировать Либо ему будет нищим ваш сантажер Если вы не хотите действовать так То необходимо себя обезопасить И необходимо постоянно работать со страхом Необходимо проговаривать его Перезневать его Понимать, чего именно вы боитесь Вот например Вы боитесь, но муж узнает о том Что вы были с любовником Хорошо А чего именно вы боитесь Вот что за этим стоит Ну узнает он И что Что дальше Он вас бросит Допустим Но вы же сами его уже бросили Значит Если вы его бросили А теперь хотите вернуться Значит Ваш муж давал вам что-то Что вы могли получить только от него И именно это вы боитесь потерять Отдавал мне говорит вопрос Что Что вы боитесь потерять Потому что страх Это страх Как правило Именно Направлен на себя Не на мужа На себя Этот момент Нужно прорабатывать Отдело Ну и наконец Последнее Это то Что Вы переживаете По поводу Того что развалили семью Свою И любовник Видите Семья Это форма отношений И Если Сами отношения Уже не укладываются В форму Семьи То нет Ничего удивительного Что и семьи Не будет Любовник Действовал Так С вами Потому что Он Этого Хотел Вы Не виноваты Он не брал В том что Он не закончил Одни отношения Вступил в другую В другие Так же как И вы В этом не брали Но Любовник Действовал Так Потому что Он Этого Хотел Таково Было Его Желание Он Это сделал Это его Права Вы Несете Ответственность Только За себя Потому что Вы оба Взрослые Люди Дальше Вы Не развалили Свою Семью Потому что Семьи Нет Когда Нет Отношений Между С супругами Между Вами И вашим Мужем Уже Были Проблемы Какие Проблемы Кстати Говоря Вы Не пишете Мы Не написали Какие У вас Были Проблемы Чтобы Мы Могли Вам Дать Какие Рекомендации Проблемы С вашим Мужем Сами По себе Уничтожили Семью У вас Поэтому Вы не Разрушили Свою Семью Вы Просто Взупили В другие Отношения Единственное Что Вы Семью Неправильно Это Не Закончили Предыдущие Отношения И Уже Уступили В другие Также Вы Не Ответили На Мой Вопрос О том Как Хронологически Происходил Развод И Связь Любовников Это Все Очень Важные Вопросы На Которые Вам Нужно Ответить И Это Важно Доволь Чтобы Понять Магичинально Полно Картину Того Что С Происходит Чувства Чувства Вины Человек Испытывает Тогда Когда Пытается Нести Ответственность За то Что Он Не Несет Ответственности При Этом Как Правило Всегда Ущерб Ответственности За Себя То Есть Вы Не Несете Ответственность За себя Но Пытаетесь Взвалить На Себя Ответственность За Любовника И Его Семью И За Свою Семью Вы Спряма С собой Разберитесь Вы Спряма За себя Полностью Отвечать Начните А А потом Будете Думать Несли Вам Ответственность За Что То Еще Или Нет Пока Что Вы Не Несете Ответственности За Себя Хотя Потому Что Вы Обираетесь На Опыт Знакомых Принятия Решения То Своего Опыта У вас Как Такового Получается Нет И вы Считаете Что Опыт Знакомых Это Правильный Опыт Действительности Это Конечно Не так И так Вам Нужно Увышать Уверенность Себе Для Этого Необходимо Понять Что Именно Вы Не Уверены И Исходя Из Этого Уже Выстраивать Вашу Деятельность По Помышению Уверенности В себе Вам Необходимо Учиться И Делать Определенные Шаги Именно К Как Поддержанию Ответственности За Себя И Соответственно Когда Это Будет Происходить Вы Поймете Что Каждый Несет Ответственность Также За Себя И Ваш Муж Он Также Несет Ответственность За То Что Произошло Мне Непонятно Почему Вы Зваливаете Вину Только На Себя Я Вам В предыдущем Ответе Говорил Что Муж Тан Несет Половину Ответственности За Довес Между Вами Произошло Но Вы Такое Впечатление Меня Не услышали Потому Что Вы Говорите Что Это Ваш Крест Это Не Ваш Крест Ваш Муж Спровоцировал Вас На То Чтобы Вы Поступили Так Особенно Или Нет Но Он Спровоцировал Вас Не Будь У Ваш Проблем С Нем Не Было Любовника Понимаете Я Думаю Что Так Можно Ответить На Ваше Дополнение Надеюсь Что Помог Вам Если У вас Остались Вопросы Пожалуйста Пишите В личку Если Вы Заходите Оставить Дополнение Пожалуйста Напишите Мне В личку Опять О том Что Вы Написали Дополнение Потому Что Я Могу Его Не Увидеть Если Вам Понравились Мои Ответы Буду Рад Если Один Из Них Вы Сделаете Лучше Желаю Вам Всего Доброго Удачи И Принятия Верного Решения